Более 800 учителей, почти столько же сотрудников иных бюджетных организаций. Около 400 врачей и 350 пострадавших в чрезвычайных ситуациях на юге страны. Все эти кыргызстанцы приняли участие в программе «Доступное жилье». За два года кредитования всего уже было выдано 2500 ипотечных займов на общую сумму более 2,7 млрд сомов. До конца этого года, как сообщает госипотечная компания, в Бишкеке и на Рыне будут сданы в эксплуатацию первые жилые дома эконом-класса. На 135 и 60 квартир, соответственно, строительство таких же домов в ближайшем будущем планируется начать в Ашедж, Алабаде, Таласе, Караколе и Баткене. Построенные дома будут отличаться сейсмостойкостью, а в наружной отделке будут использованы эффективные теплоизоляционные материалы. Это будет жилье для населения, у которого уровень доходов средний или ниже среднего. Мы собираемся охватить не менее 10 тысяч граждан. Квартиры в этих домах будут сдаваться в долгосрочную аренду с последующим выкупом. На данный момент в списке нуждающихся в жилье значится почти 11 тысяч человек. Если в течение года их заявки не будут одобрены, процедуру сбора необходимых документов придется пройти снова. Собранные справки, по словам чиновников, действительно в течение лишь одного года. На кредитование работников бюджетной сферы в этом году планируется потратить 1 млрд сомов. Вместе с тем, как обещает госипотечная компания, с этого года ипотечные кредиты на 15 лет станут доступны для работников небюджетных организаций. Пока, правда, не под 8, а 12-14% годовых. Это было в программе президента, и, как вы знаете, там даже до 6% это у него было озвучено. А для небюджетников до 8% это в рамках он своей программы сказал, и мы над этим работаем. Если у нас будут ресурсы, которые позволят обеспечить небюджетников на уровне 8%, может быть, мы даже и будем рассматривать такие варианты. По словам Шамкеева, достичь снижения процентных ставок для всех желающих приобрести жилье под ипотеку запланировано к 2020-22 году. Пока же кредитное жилье небюджетники смогут получить только в регионах. В столице и городе Ош этой возможности не будет. Такое условие было поставлено германским банком, который предоставил средства для расширения программы ипотечного кредитования. По соглашению он готов выделить 11 миллионов евро и указал, что небюджетники также должны получать кредит, но вне столиц. Это позволит развивать регионы посредством строительства там нового жилья.